Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Сергей Филиппов, компания Перекресток. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы спикер нашей деловой сессии. Было интересное выступление, были какие-то обсуждения? Хочется подробностей? Да, конечно. Я думаю, что самое актуальное сейчас это те вызовы, которые текущая ситуация нам дает. И мы, прежде всего, говорили о развитии собственных торговых марок, сетей. И видим огромный потенциал в этой ситуации, потому что, по сути, собственные торговые марки сейчас становятся брендами, более известными и более популярными от людей, чем, собственно, сами бренды, которые частично потихоньку уходят, частично появляются новые, но они пока еще неизвестны. И вот это такое, получается, время возможностей для розницы действительно создать такие прекрасные продукты, их презентовать нужным образом покупателю и получить должный отклик. Безусловно, ключевой темой также является сохранение и улучшение качества продуктов, потому что мало один раз продать, безусловно, продукты. Нужно постоянно подтверждать это качество. И было несколько хороших инсайтов по данному вопросу. Поделитесь, может быть, именно опытом вашей компании, как перекресток себя чувствует и какие делает сейчас интересные шаги для того, чтобы спрос, предложение и покупатели оценили все и все сложилось в единую систему радости от происходящего. Ну, мы, прежде всего, хотим сохранить доверие наших потребителей, поэтому наша задача – это давать продукты по правильным ценам. То есть ни в коем случае нельзя заработать на ажиотаже, на росте цен. С одной стороны, с другой стороны, нельзя уйти в сторону экономии. То есть главная задача – сохранить те свойства продуктов, которые были, несмотря на разные сложности, связанные с комплектующими, с упаковкой. Ну, сохранить, чтобы покупатель полноценно продолжал покупать те продукты, к которым он привык, удивлялся их качеству, которые дарили бы ему эмоции какие-то. Потому что сейчас с эмоциями сложно, то есть поехать сложно куда-то. Здесь мы можем дать вот эту вот нотку каких-то путешествий, каких-то интересных продуктов из-за рубежа. Мы активно сейчас прорабатываем альтернативные источники импорта. Там страны, которые сейчас у всех на слуху, да, там Турция, Иран – это все. Там все прекрасные продукты. Вот недавно были в Азербайджане. Отличная страна, прекрасные продукты, ничем не хуже, там, например, оливковое масло, ничем не хуже масло из Европы. А что касается оборудования, производства, там все это новое, потому что это только зарождающиеся отрасли. То есть, по идее, там могут быть даже выше стандарты качества. Вот мы тут стараемся, копаем, гребем изо всех сил, чтобы дать нашему покупателю тот стандарт, к которому он привык. Это очень позитивно. Получается, мы прекрасно понимаем, что осталось буквально какое-то непродолжительное время, и на прилавках магазинов появятся замечательные натуральные вкусные продукты, сделанные дружественными странами, которые находятся недалеко, с логистикой не будет никаких проблем. Полки будут полны и холодильники тоже. Спасибо вам за вашу работу и удачи. Спасибо вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok